Добрый день! В эфире программа «Политическая линия фронта». Лидеры стран ЕС смотрят на саммит «Нормандской четверки» как на последний шанс на мирное разрешение конфликта на востоке Украины. С нами в эфире политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины Владимир Горбач. Добрый день, Владимир! Добрый день! Итак, Владимир, что будет, если данный шанс будет упущен? Какие дальнейшие могут быть развития конфликта? Ну, так сразу начинаем пугать телезрителя с начала программы. Ну почему же? Может быть все и позитивно? Да, все-таки какая-то надежда остается, и переговоры сегодняшние и вчера вечером, которые длились всю ночь, они какой-то шанс оставляют для урегулирования этого вопроса, для какой-то формы примирения, ну по крайней мере для деэскалации напряженности сейчас. Но то, что, конечно же, это был один, может быть, из последних или последний шанс на такое развитие событий, это тоже правда. И можно сейчас на сегодняшний день констатировать, что, с одной стороны, Украина ушла от сценария вот такой возможной эскалации или начала полномасштабной войны. С другой стороны, российское руководство тоже при помощи минских переговоров ушло или увернулось от следующей волны давления на Россию со стороны Запада, то ли в виде экономических санкций, каких-то финансовых новых инструментов давления на российскую экономику, ну и в том числе от военно-технической помощи Соединенных Штатов Украине. Пугает ли Россию военная техническая помощь со стороны Штатов Украины? Ну, судя по их реакции, да. То есть это однозначно не в пользу России решение. Они даже говорят, что мы вас предупреждаем, значит, это приведет к дальнейшей эскалации. Но все это понятно, поскольку Украине в ситуации такой асимметричной конфликта и, ну, как бы, неравноценной, неравноправной, неравносильной войны с таким соперником и врагом, как Россия, с таким агрессором, нужно оружие сдерживания. Нужно такое оружие, наличие которого бы сразу означало для агрессора неприемлемые для него потери. И это останавливало бы кремлевских правителей от каких-то там приказов перехода к следующим каким-то атакам, штурмам, полномасштабным войнам и так далее. Потому что когда Запад говорит о том, что Россия заплатит большую цену, то нужно понимать, что сейчас нужно уже понимать, что речь должна идти не столько о деньгах и не о цифрах миллионов долларов или миллиардов, а речь уже идет о человеческих жизнях. И заплатить большую цену для России будет означать потерять очень много своих граждан при следующей волне наступления. Ну, не только своих, к сожалению, но и граждан Украины. Что для России более непринятно? Экономические санкции или же военная помощь? Или же, я имею в виду, силу? Тут дело в том, что, ну, может быть, не стоит так ставить вопрос или-или. Оба этих фактора являются неприятными для агрессора. Но сказать, что они сразу, мгновенно могут остановить их от выполнения их замыслов, это тоже преувеличение. Тут только на практике это можно проверить, что именно может остановить агрессора, но остановить агрессора может только сопротивление. Сопротивление со стороны Украины при использовании внешних ресурсов, полученных Украиной от Запада. И экономических, и военно-технических. Ну, а договоренности, какие были достигнуты в Минске? Отвод войск всех, разоружение полное, прекращение огня. Почему именно с 15-го числа? Ну, не полное разоружение. Там очень много пунктов, нужно с ними знакомиться, кто желает это сделать непосредственно, без посредников. Но там очень много вопросов возникает, конечно же, к каждому пункту. И самый главный вопрос, возможно ли вообще выполнение этого соглашения. В стороны, в принципе, договорились и остановились на том, что будут выполнять еще минские соглашения, подписанные в сентябре месяце. То есть, в принципе, почти полгода назад, 5 и 19 сентября, в Минске меморандум и протокол Минский. Дело в том, что, но, поскольку тот документ не был выполнен, то этот называется комплекс мер по воплощению, выполнению этого минского соглашения. Это как бы Минск-2 или нео-минское соглашение, инструкция, как выполнять предыдущее соглашение. Но проблема в том, что эта инструкция выписана даже не так четко, как выписано само соглашение. И имеет значение, прежде всего, порядок вступления в силу от каждого пункта. Этот алгоритм прописан как череда каких-то событий, двусторонних шагов навстречу друг другу. И в этом смысле, конечно же, успешность этого алгоритма очень сомнительна, поскольку дойти до конечной цели, а последним пунктом является установление украинского контроля над украинско-российской границей в этих частях Донецкой и Луганской областей. Но дойти до конечного пункта в конце 2015 года очень будет сложно, и я, наверное, осмелюсь сказать, что невозможно. Кто больше всего выиграл из минских договоренностей? Украина, Россия или же Европейский Союз? Ну, в любых переговорах, конечно же, приходится жертвовать чем-то для того, чтобы получить что-то. Поскольку это переговоры, а не принуждение кого-то к какому-то решению. В данном случае военных поражений мы не наблюдали на поле боя. Но, тем не менее, российская сторона очень сильно подняла цену вопроса именно перед минскими переговорами, прибегнув к варварским методам ведения войны, обстрелам жилых кварталов городов. И, в принципе, военные преступления, преступления против человечности, которые были совершены российской стороной и боевиками накануне Минского соглашения, цель была поднять цену вопроса, поднять свои акции на переговорах. Но Украина достигла того, что российская сторона и боевики признают, что дальше они вести вот эти обстрелы не будут. То есть, самое главное в этих соглашениях это готовность, по крайней мере, декларация готовности прекратить огонь. Огонь. Перекратить огонь артиллерии, ракетных систем прежде всего. И тут, конечно же, это можно считать достижением. Второй пункт это то, чего достигла Украина, может быть, даже первый. Это то, что предметом переговоров остались и остаются именно Минские соглашения, на которых Украина настаивала. А Россия и боевики хотели отказаться от них и делали все, не останавливались практически ни перед чем, чтобы срывать эти Минские соглашения, сделать их недействительными. В том числе, обстреливая Мариуполь, Донецк и Краматорск. В этом смысле Украина, можно сказать, стратегически выиграла. Но, что касается конкретных пунктов в соглашении алгоритма действий, то, конечно же, есть пункты, которые могут рассматриваться как более выгодны то ли России, то ли боевикам. Ну и вы правильно в вопросе сформулировали, может быть, от этого выиграл больше всего Европейский Союз. Европейскому Союзу может так казаться, что он от этого более всего выиграл, но сами же европейские политики и участники переговоров и наблюдатели за ним говорят, что они относятся к этому соглашению очень осторожно, потому что значение имеет не текст, написанный на бумаге, а действия сторон, которые происходят в жизни. И оценивать успешность или неуспешность, кто победил, кто проиграл, или какая-то дипломатическая ничья получилась, можно будет только по действиям. Последний пункт этих всех договоренностей, в нем речь идет о конституционной реформе. Что подразумевает этот пункт? Ну, во многих пунктах речь идет о таких моментах, которые могут по-разному трактоваться сторонами. И в этом вопросе тоже кто-то может считать, что... Раньше, как бы, говорили, что Украине нужна инклюзивная конституционная реформа. Инклюзивная, значит, чтобы в процесс подготовки Конституции были включены все стороны, в том числе сторона конфликта, которые себя называют ЛНР и ДНР. Сейчас такой формулировки нет, но, тем не менее, они тоже должны быть участниками процесса, и новая конституция должна удовлетворять и их. И она должна вступить в силу уже к концу этого 2015 года. Ну, это тоже очень, как бы, сомнительный пункт, сомнительно, что он будет выполнен, но, по крайней мере, там слова такие, как федерализация или что-то такое подобное, не звучат, звучат... Особый статус. Только вот что-то, какой-то особый статус, даже слово «автономия» не звучит, но какие-то способы управления этими территориями должны быть обозначены в Конституции. Это значит, с целью, чтобы они не могли быть изменены украинским государством на какие-то другие быстрым способом, не таким, как изменение Конституции. Но я думаю, что это фантастика такого, вряд ли мы доживем до такого момента, чтобы агрессор, российский агрессор диктовал нам условия, какой должна быть наша Конституция. Напоминаю, с нами в эфире политический аналитик Института Евроатлантического Сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины Владимир Горбач. Владимир, визит президента, канцлера Германии Ангелы Меркель к президенту США Обаме. Значит ли это, что США и Европейский Союз вместе готовы выступить против России на поддержку Украины? Ну, однозначно, это свидетельство так называемой трансатлантического единства и лидера, в принципе, Европейского Союза Германию и Соединенные Штаты. Но тут надо дальше смотреть, трактовать. И даже участие Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в минских переговорах, они тоже обозначали вот такое, ну, как бы, во-первых, единство Запада. И Соединенные Штаты всегда были в курсе тех переговоров, которые происходили, и что, какие предложения готовились. Это и в Мюнхенской конференции, там это тоже проявилось и во время визита госсекретаря Керри в Киев. Мы об этом тоже узнали и знали, что это все координирует. Единая позиция Запада вырабатывается по отношению к России прежде всего. И тут можно сказать, что даже, что вот эта вот грубая российская политика и грубое попрание международного права и международных принципов, оно объединяет Запад. Оно объединяет Запад и делает намного более такими, ну, как бы, живыми и нужными, осознанными разные форматы этого трансатлантического единства. Например, возрождая, ну, поскольку появилась угроза с востока Европы, то, соответственно, ответом Запада будет усиление НАТО и усиление, в том числе, военной кооперации, военного сотрудничества. Ну, и понятное дело, что самое главное оружие Западного мира в этой войне это финансовые и экономические санкции. Они обсуждаются, они согласовываются между США и Евросоюзом, и Запад действует заодно и сообща. И именно в этом состоит его стратегическое преимущество. Ту цель, которую ставил перед собой Владимир Путин, расколоть своей агрессией, своими такими вот варварскими действиями в Украине, расколоть Запад на Европу и Северную Америку, это не получилось. И это, в принципе, стратегический просчет и стратегическая неудача, после которой российская оппозиция, ну, в принципе, в стратегическом тупике, они не имеют каких-то шансов переиграть эту ситуацию в свою пользу и будут только ждать, чтобы либо Украина, либо Запад сделали какую-то стратегическую ошибку, которая бы позволила России избежать краха, прежде всего финансово-экономического краха. Некоторые экономические эксперты говорят, что по России больше бьет падение цены на нефть, нежели санкции Европы и США. Ну, и то, и то работает, конечно же. Но падение цены на нефть очень сильно мешает России в том числе вести боевые действия, поскольку их бюджет, и в том числе военный бюджет, он наполняется прежде всего через торговлю углеродами. И даже не столько газ, о котором мы много говорим в украинском контексте, но и нефти, нефтепродукты. Конечно же, падение мировых цен на основной экспортный товар Российской Федерации подрывает российское экономическое могущество. А подрыв экономического могущества тянет за собой, ну, как бы... Подрыв всей системы. Подрыв всей системы, и социально-экономической прежде всего. Но и в том числе ограничивает ресурсы, которые находятся в распоряжении военных Российской Федерации. Ну, к сожалению, для нас не так быстро. Предложение, которое было озвучено Меркель и Оландом в преддверии Минской встречи, было ли оно в интересах Украины? Ну, если вы имеете в виду визит в Киев, Да, визит в Киев и следующий в Москву. То, ну, с точки зрения достижения результата и деэскалации войны на Донбассе, да, это имело серьезное значение для Украины. Но еще больше, более важно то, что какую позицию лидеры Германии и Франции заняли на Минских переговорах, они фактически солидаризовали свою позицию с Украиной. И можно говорить о том, что... Ну, в этом плане украинская дипломатия выиграла, сохранив вот это вот стратегическое единство с Западом, потому что только это дает нам надежду на долгосрочность, возможность долгосрочно противостоять российской агрессии. И можно сказать даже, что вот эти контакты между Меркель, Оландом и Порошенко, они являются таким зарождением... Краеугольным камнем. Ну, в общем, завязкой такой будущей, формированием будущей антипутинской коалиции, поскольку те соглашения, которые очень сложно и тяжко дались и Украине, и Франции с Германией в Минске, они, скорее всего, в ближайшее время будут нарушены Россией или боевиками, а это, ну, в общем, будет заставлять Запад дальше объединяться в противостоянии России и формировать настоящую антипутинскую коалицию, которая займется, в конце концов, изоляцией, полной изоляцией российского политического режима, экономики и, в конце концов, приведет к геополитическому поражению. И все же, как записано в документе, на 15 число, на 24 часа, мы должны иметь полное прекращение огня. Конечно же, я не ожидаю полного прекращения огня. То, о чем следующий пункт говорит, отвод тяжелых вооружений, артиллерийских систем и ракетных систем, это одно, но никто не говорит об отводе просто войск, да, то есть тех солдат или бойцов, которые имеют автоматическое оружие, пулеметы там и другие. То есть речь пока об отводе идет только о прекращении опасности возникновения стрельбы крупного оружия, артиллерии и ракеты. Вот речь шла об отводе иностранных войск. Что это за норма? Это тот же пункт из Минских соглашений прошлого года. Под иностранными войсками мы можем понимать российскую армию, российских солдат и офицеров, других иностранных там быть не может. Наемники тоже могут быть иностранные, и прежде всего российские. Но не только российские. Российская сторона и боевики могут под иностранными войсками себе фантазировать, ну как Путин сказал, какие-то там батальоны НАТО за Украину воюют. Ну скорее всего тоже речь идет об иностранцах формально, не гражданах Украины, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в добровольческих батальонах. Такие люди тоже есть, мы это понимаем, но скорее всего Украина должна будет по их запросу предоставить им гражданство Украины. Таким образом они будут гражданами Украины и принадлежать к законным формированиям то ли армии, то ли нацгвардии. Это зависимо от конкретного подразделения. В преддверии Минской встречи речь шла о государственном устройстве некоторых районов Донецкой и Луганских областей. О чем конкретно может быть идти речь? Ну я не знаю о том, что речь шла о государственном устройстве. Вряд ли так можно ставить вопрос. Речь шла о том, что нужно создать какого-то субъекта для переговоров, который бы представлял интересы этих людей и эти территории. Поскольку международно признанных и признанных Украиной выборов там не проходило, то Украина предлагает еще с лета по так называемому плану Порошенко провести местные выборы в местные органы власти. Не президентов, не парламентов, не правительств, а местного самоуправления, городских и районных советов. А возможно ли провести выборы в данный момент? В данный момент нет, но в алгоритме Минских соглашений прописана как бы поочередность действий и на каком-то этапе там эти выборы где-то осенью должны были бы пройти по украинскому законодательству и под наблюдением ОБСЕ. Но я все-таки, конечно же, думаю, что вряд ли реальная ситуация на этих территориях позволит провести процедуру такую демократически, прозрачно, законно и все остальное. Думаю, что, к сожалению, местное население и ситуация, когда люди, владеющие оружием, распоряжаются судьбами этого региона, вряд ли это позволит сформировать какие-то более-менее демократические или легитимные органы власти, даже на местном уровне. К сожалению, гораздо легче выиграть войну, чем добиться мира. Но как удержать мир, это, к сожалению, военная тайна. К сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, с нами сегодня в студии был Владимир Горбач, эксперт Института Евроатлантической Интеграции и эксперт внутренней и внешней политики Украины. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok